Добрый вечер! В эфире тугой выпуск Вести Молдова. В студии Олеся Кайряк. Для начала узнаем об основных итогах первого дня этой недели. Контракт расторгнут. 21 тысяча евро штрафа. Румынская компания наказана за срыв ремонта трассы Кишинев-Джурджулешты. Кинотеатр Гаудиамус может остаться. Застройщик согласен отказаться от претензий на место. Чартер стоимостью в 63 тысячи 124 лея 7 банов. Такую сумму экстрадиции Вячеслава Платона назвали в Генеральном секретариате полиции. Рината Усатый обличает. Нашу партию и платформу «Да!» могут запретить. А теперь о этих и других событиях подробно. Молдова получит от Евросоюза 15 миллионов евро на реформу публичного управления. Соответствующие соглашения подписали премьер-министр Павел Филипп и Йоханнес Хан. Однако не все встречи, запланированные еврокомиссаром, состоялись. Коммунисты отказались от беседы с ним. 15 миллионов евро от Европейского Союза пойдут на реформу публичной власти. Средства выделены на условия гранта, то есть безвозмездно. Реформа предполагает сокращение ведомств и чиновников прозрачность принятия решений. Йоханнес Хан высказал свое удовлетворение ситуации в Молдове. По его словам, она стабилизировалась. Филипп обещал продолжить борьбу с коррупцией, расследование хищения миллиарда, принятие нового кодекса телевидения и радио. Единственный день в Молдове Хан провел насыщенно. Он также встретился с председателем парламента Андрианом Канду, главой Национального банка Сергея Мчокли, министрами. Коммунисты Еврокомиссару во встрече отказали. Предложенный нам формат встречи предполагает дискуссии европейского чиновника с парламентской оппозицией. Со стороны гостей на нее также были приглашены представители партии социалистов и Европейской народной партии. В связи с тем, что ПКРМ имеет все основания считать вышеназванные политические формирования подконтрольными ДПМ, мы не считаем для себя возможным делегировать своего представителя на встречу в таком формате, говорится в пресс-релизе на сайте партии коммунистов. Это второй визит в Кишинев комиссара Йоханна Сахана в этом качестве. Впервые европейский чиновник побывал в Молдове 6 ноября 2014 года. Аннулирован контракт на ремонт трассы М3 Кишинев-Джурджулешты. Молдавская страна признала некачественными работы, произведенные румынской компанией. Это первый случай в Молдове, когда аннулируется контракт на ремонт дорог, финансируемый партнерами нашей страны по развитию. За два года выполнено примерно 2,6% от объема работ. Из 140 единиц оборудования, необходимого для восстановления дорог, на стройке было задействовано только 16 единиц. Стоимость контракта составляла примерно 19 миллионов евро. Деньги в виде кредита выделил Европейский банк реконструкции и развития. Компания оштрафована на 21 тысячу евро за то, что не составила своевременно план выполнения работ, уточняет Ной МД. Новости столичной жизни. Кишиневский мэр подписал документ о финансировании якобы проведенного концерта. На самом деле, мероприятие еще в планах. Документ обнародовали советники от партии социалистов. Обвинение в отмывании бюджетных средств градоначальник проигнорировал. Он заявил, что во всем виноват секретарь от мэрии, который попросту перепутал даты. А концерт состоится. Когда, правда, неизвестно. В еще большем удивлении от произошедшего группа Гиндул Мыцей. Дарин Киртуак и подписывает документы, в содержании которых не разбирается. Так, его подпись значится под распоряжением о выделении 100 тысяч леев на концерт, который якобы состоялся 21 сентября на большой арене государственного цирка. В качестве бенефициара фигурирует популярная молдавская группа Гиндул Мыцей. Документ подписан двумя днями позже. Сумма поддержки культуры – 100 тысяч леев. Выделение денег на несуществующие концерты, подписанные примаром Дарином Киртуака, это немножко попахивает коррупцией. Поэтому мы хотели бы, чтобы, во-первых, примария объяснила ситуацию. Во-вторых, мы обратимся в Генеральную прокуратуру и в Национальный антикоррупционный центр. Концерта действительно не было, признал Дарин Киртуака. Но он обязательно состоится осенью, весной или еще когда-нибудь. А что касается дат, то их попросту перепутали в секретариате. Так бывает, заявил градоначальник. И добавил, что 100 тысяч леев на благое дело – сумма еще скромная. Речь идет о социальном проекте, который включает в себя не только выступления на сцене, но и реабилитацию зала и передачу его в пользование городу. Это еще мало, потому что затраты там намного больше. Их бюджет достигает 50-60 тысяч евро. И это не просто концерт, повторяю. Все инвестиции остаются государственному цирку, который станет функциональным, по крайней мере, для проведения концертов. Никуцерный лидер группы «Гандулмытий» подтвердил, концерт на большой арене цирка состоится. И это будет не просто выступление, а грандиозный социальный проект. Правда, никаких денег на его воплощение он ни от кого пока не получал. Нам денег никто не выделял. Я надеюсь, что когда мы точно набьем дату нашего концерта, в Гипре-Марье выдели денег. Потому что то, что мы хотим сделать, это чуть больше, чем просто концерт. Это будет концерт-инвестиция. Первый шаг к тому, чтобы реабилитировать эту зданию. Но пока я не могу много говорить, потому что это, естественно, будет какой-то сюрприз. Насторожность социалистов вполне объяснима. Мэрия Кишнева под руководством Киртуака не в первый раз оказывается в центре скандала, связанного с нецелевым расходованием муниципальных средств. Один из последних разразился в марте этого года, когда стало известно, что сотрудница мэрии Габриэла Чумак получает зарплату, находясь за рубежом. Так, за два года пребывания в должности она получила более 400 тысяч леев, половина из которых – оплата международных командировок. По данным поводу, официальной реакции столичной администрации и лично Киртуака не последовало. И еще о столичных новостях. Кинотеатр Гаудиамус сносить пока не будут. Владелец здания готов повременить с планами и рассмотреть все возможные варианты его сохранения. Об этом заявили социалисты. В ближайшее время они собираются провести очередные публичные слушания с участием представителей столичных управлений образования, культуры и финансов. Там обсудят возможность выделения денег из муниципального бюджета на содержание кинотеатра, а также проведения в нем культурных мероприятий. В минувшие выходные состоялись публичные слушания по вопросу сноса кинотеатра Гаудиамус. Социалисты уверяют, представитель компании-застройщика не согласен с навязчивой идеей мэрии сравнять землю и здание культурного назначения. Был представитель, который заявил о том, что ему самому не нравится, что творит человек с тормозными дисками в городе. Ему самому не нравится, что было 12 кинотеатров в городе Кишинев, и многие из них снесены, из многих из них сделали фитнес-центр и так далее. И он заявил о том, что они тратят большое количество денег, у них закуплено оборудование Dolby Surround, как в коммерческих кинотеатрах. Они регулярно проводят различные фестивали, на которые горожане не ходят. Вместе с собственником кинотеатра социалисты пришли к обоюдному согласию. В ближайшие две недели они организуют круглый стол с участием представителей столичных управлений образования, культуры и финансов, муниципальных советников и министерства культуры. Обсуждаться будет возможность выделения денег из местного бюджета на содержание кинотеатра, а также возможность проведения культурных мероприятий. Сам идиотизм планов размещения двух блоков 14-этажных зданий можно даже не комментировать. Он навсегда заблокирует транспортное движение в этой артерии, навсегда похоронит тот свободное пространство, где люди телецентра сейчас имеют возможность гулять. Дарин Киртуака рассматривал возможность отмены строительства многоэтажек, но лишь в случае обнаружения под ними захоронений архитектора Александра Бернардацы и градоначальника Карла Шмидта. К другим темам. Экстрадиция бизнесмена Вячеслава Платона обошлась в 63 124 ле и 7 банов. Об этом РТР Молдова сообщили генеральным секретарем полиции. Напомним, экстрадиция осуществлялась чартерным рейсом, который осуществила украинская авиакомпания. Бизнесмен был объявлен в международный розыск по подозрению в причастности к незаконному выводу крупных денежных средств из Банковой экономии. Ущерб, нанесенный им банку, обвинение оценивает более чем на 800 миллионов леев. Активность политиков в преддверии выборов растет. В ЦИК зарегистрировал пятого кандидата Инну Попенко от равноправия. Другие кандидаты продолжают сбор подписей или выступают с громкими заявлениями. Представители нашей партии рассказали о возможном запрете их формирования и платформы «Да». Власти готовят фальсификацию выборов и начали кампанию по запугиванию и преследованию противников режима. Об этом кандидат в президенты от нашей партии Дмитрий Чубашенко рассказал послу США в Молдове Джеймсу Петитун. По его мнению, власти, видя в кандидате от нашей партии реальную угрозу, могут снять его с президентской гонки, не признать итоги выборов или вообще отменить их. Свою озабоченность ситуации высказал и Рината Усатый. Во время своей видеоконференции лидер нашей партии заявил, что в скором времени по заданию Влада Плохотнюка в Молдове будут запрещены два оппозиционных политформирования «Наша партия» и «Платформа.ДА». Рината Усатый также выложил в сеть сенсационные по его выражению материалы, ссылку на веб-сайт оффшоре Плаха. Схемы Плохотнюка в офшорах и лицах. Это сейчас все будет опубликовано. Я хочу обратиться ко всем независимым журналистам. Хочу посмотреть реакцию Генеральной прокуратуры Республики Молдова. Как объясняет автор ссылки, это сотни страниц от сканированных материалов, которые раскрывают черные схемы бизнеса Плохотнюка. Железная дорога Молдовы получит кредит в размере 52,5 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка. Соглашение о финансировании подписали министры транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Керенчук и глава представительства банка в Молдове Антонио Кастильо. Деньги пойдут на внедрение реформ и реконструкцию предприятия. Всего же Молдову планируют получить от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка 105 миллионов евро. Средства предназначены для строительства и модернизации железнодорожной инфраструктуры и приобретения новых вагонов и локомотивов. При этом все меньше людей в нашей стране выбирают поезд как транспортное средство. По данным Национального бюро статистики, за первые 7 месяцев нынешнего года количество пассажиров сократилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Услугами железной дороги за это время воспользовались менее полутора миллионов человек. О других новостях сегодняшнего дня узнаем из следующего обзора событий в рубрике «Короткой строкой». Власти Молдовы изменили правила получения социального жилья. Главным критерием теперь станет ежемесячный доход. Он не должен быть выше прожиточного минимума на каждого члена семьи. По данным Национального бюро статистики, в 2015 году самый высокий показатель был зафиксирован у жителей Кишинева и Бельц – 1933 ле. Министерство регионального развития и строительства намерено также сократить число данных категории граждан с 14 до 5. Право на социальное жилье получат молодые семьи, дети-сироты, семьи, в которых одновременно родились трое и больше детей, лица с ограниченными возможностями, которые по причине тяжелой болезни не могут работать, а также граждане, ухаживающие за несовершеннолетними с тяжелой степенью ограничения возможностей. Каждый из получателей жилья должен будет заключить договор и платить арендную плату. Ответственными за выдачу социального жилья, согласно проекту закона, будут назначены мэрии. По данным Министерства регионального развития и строительства, в настоящий момент социальным жилье нуждаются около 26 тысяч граждан. Около 700 заявлений на получение компенсации за отопление подали кишиневцы, меньше чем за неделю с момента объявления о приеме соответствующих документов, в числе подавших 19, не получавших до этого помощь. Этот механизм действует уже 8 лет. Кишиневцы, имеющие право на компенсацию, будут оплачивать 60% от суммы указанной фактуре за теплоэнергию. Остальные 40% будут компенсированы из бюджета. Заявление можно подавать с 20 сентября до завершения отопительного сезона. Министерство здравоохранения Молдовы предупреждает о возможности появления кори в Молдове. Существует большой риск воззаболевания на территорию нашей страны и соседней Румынии. По данным Минздрава, аналогичная ситуация наблюдалась в 2006-2007 годах, когда корь была завезена в Молдову из той же Румынии. В 2013-2014 годах вирус был завезен из России. За этот период было выявлено 27 случаев заражения корием. В прошедшем году и на протяжении первых шести месяцев этого случаев заболевания корием в Молдове не было зафиксировано. Медики высказывают озабоченность снижающимся уровень вакцинирования населением. Если в 2008 году этот показатель был в районе 95%, то уже в прошлом году не превышал 88%. Синоптики прогнозируют к концу недели потепление. По данным Государственной гидрометеорологической службы, с понедельника по четверг в стране установится малооблачная погода. Кратковременные осадки в некоторых районах республики ожидаются лишь в начале недели. Средняя температура воздуха в эти дни составит плюс 15-18 градусов Цельсия. А уже с пятницы ожидается потепление. Максимум придется на субботу, когда столбики термометров поднимутся до плюс 25-28 градусов. Молдова обсуждает последствия землетрясения, произошедшего в ночь с пятницы на субботу. Помимо активного обсуждения на улицах, транспорте и соцсетях есть наглядные результаты. В нескольких детсадах столицы незначительные повреждения. Появились трещины на стенах, разбитое стекло. Все последствия будут устранены в рабочем порядке. На работе учреждений это не отразится. В службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций уточнили, что кроме сильного испуга, других физических последствий землетрясения у граждан страны нет. В интернет попала видеозапись камеры наблюдения, запечатлевшая обозреваемую ею территорию в Кишиневе во время землетрясения, а также съемка человека, демонстрирующего появившиеся на его балконе трещины. В недавнем выпуске программы «Доброе утро. Страна» побывал изобретатель Михаил Полюков. Он рассказал об изобретенном им сейсмоскопе, регистрирующем землетрясения. Он также развенчал устоявшиеся стереотипы о безопасном поведении во время подземных толчков. Мы же еще подняли сайты различных известных в мире ассоциаций спасателей, которые спасают при землетрясениях. И они говорят, ребята, что вы делаете? Ни в коем случае нельзя прятаться под стол. Ни в коем случае нельзя прятаться в дверной проем. Почему? Потому что при землетрясении в Мексике школьники залезли под парты, как было написано в инструкции, и все были расплющены на толщину берцовой кости. Этого делать нельзя. Есть только одна возможность, называется треугольник жизни. Вот если вы сумеете организовать в своем жизненном пространстве такой треугольник жизни, какой-то массивный предмет, очень прочный и так далее, тогда у вас есть шансы. Напомню, в ночь с 23 на 24 сентября в 2 часа 11 минут в Молдове произошло землетрясение силой более 5 баллов. Эпицентр находился в Румынских горах Вранча. Там толчки достигли 6 баллов. По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, жертв и серьезных разрушений на территории нашей страны нет. Согласно статистическим данным, ночное землетрясение самое мощное за последние 25 лет. Молдова фигурирует на карте Европы в программе SHARE, как страна со средним уровнем сейсмического риска наряду с Сербией, Болгарией и Хорватией. Соседняя Румыния фигурирует на карте, как страна с самым высоким сейсмическим риском в Европе. В прошлом веке в соседней стране было 30 землетрясений магнитудой от 6 до 7 баллов. В Молдове наиболее сильными за 50 лет считаются землетрясения 1977, 1986 и 1990 годов. Субтитры создавал DimaTorzok